И к другим новостям. Жительница Челябинска требует полмиллиона от миграционной службы за паспорт с двумя фотографиями. Женщина три года жила с поддельным паспортом и узнала об этом только когда пришла в банк получать кредит. Что было дальше, расскажет наш корреспондент Эльвира Исмогилова. Она разбиралась в ситуации. Зури Аминова вновь стоит на пороге банка, где когда-то пыталась взять кредит. Тот день стал одним из самых тяжелых в жизни Челябинки и положил начало длинной судебной эпопее. Сотрудники финансового учреждения начали оформлять документы на заем и обнаружили, что паспорт у женщины поддельный. Обнаружилось, что подозрение на подделку паспорта получается. И была вызвана охрана, затем полиция. Меня задержали, сказали, что надо проехать с ними участок и начали составлять протокол задержания. С дурью до утра продержали в полиции. Хотели даже возбудить уголовное дело. Впрочем, оснований было недостаточно. Правоохранители поняли, что поддельный паспорт женщина изготовила не сама. Это явно сделали в миграционной службе. Все строго соответствует ГОСТу. Серия, номер, защитная пленка. Но есть одна деталь. Под снимком Зури оказалась другая фотография неизвестного мужчины. И с таким документом Челябинка прожила три года. Сейчас его изъяли. Паспорт женщине выдали в миграционной службе тракторозаводского района. Служба уже расформирована. Изготовление паспортов перешло в ведение полиции. Там от комментариев отказываются, а сотрудники, оформившие документ, уже не работают. Как они допустили подделку, остается догадываться. Возможно, просто перепутали бланки и вклеили не то фото. Но списывать бланк не стали. Все они подотчетны. И специалисты могли побояться наказания. Вот и нашли выход из ситуации. Так это или нет, сейчас будут выяснять в суде. Зурия наняла адвоката и подала иск на управление по делам миграции. Мы уже знаем те лица, которые участвовали в изготовлении паспорта. А тем привлечество ответчиков. Нам также помогал ГУМВД России по Челябинской области. Именно расследование того, какие лица были задействованы при изготовлении паспорта. Так как эти лица сейчас не работают в ФМС. Найти их достаточно трудоемкая работа. Зурия Аминова требует 500 тысяч рублей за моральный ущерб. И переживает за человека, чье фото оказалось в ее паспорте. Возможно, его документ тоже бракованный. Там спрятан снимок Челябинки. Остается надеяться, что с таким паспортом мужчину не задержат на границе. А самой Зурие выдали новый правильный документ.